Ружан возвращалась из детского сада, когда на большой скорости ее сбила автомашина скорой медицинской помощи. Автомобиль протащил девочку по земле 8 метров, прежде чем смог остановиться. К счастью, ребенок выжил, но остался инвалидом. Родители девочки винят в этом врачей центральной больницы, которые якобы неправильно провели лечение. По их словам, уже на пятый день после лечения поврежденная рука загноилась. Родители отвезли девочку в другую клинику, врачи которой прямо заявили, Если бы ребенка привезли хоть на один день позже, она бы осталась без руки. Рану внучки очень плохо почистили, там остались камни и бутылочные стекла. Плохо сделали перевязку, из-за чего началось заражение. В результате девочке пришлось пять раз делать наркоз. Оружан перенесла две операции. Руку девочки врачи спасли, но сейчас ей приходится переучиваться, чтобы писать левой рукой. Хочу, чтобы рука побыстрее зажила, и я смогла учиться. Мечтаю, когда вырасту, стать врачом, чтобы лечить маленьких детей. Уголовной ответственности никто из виновников происшествия привлечен не был. Через два месяца после наезда на ребенка водитель, сидевший за рулем скорой, погиб в другом ДТП. Врачи же до сих пор продолжают оказывать медицинские услуги. Обследовав протоколы клинических исследований, мы провели собственное расследование и наказали виновников происшествия. Мы объявили им строгий выговор, и на время они были отстранены от дежурства по больнице. Заведующему отделением также был объявлен строгий выговор. В связи с этим случаем туркистанская прокуратура провела свое следствие и нашла признаки уголовного преступления. Сделав экспертизу, мы возбудили в отношении виновных врачей уголовное дело по статье 114 Уголовного кодекса Казахстана. Сейчас следствие ведут сотрудники отделения внутренних дел. Сейчас оружие находится под присмотром родственников. Врачи говорят, девочке нужна помощь зарубежных врачей. Тогда, возможно, результат будет. Но на лечение нужны значительные денежные средства.